Богоявление или крещение Господне является одним из главных двунадесятных праздников в христианстве. В этот день православные всего мира вспоминают евангельское событие, как Иисус Христос в реке Иордан принял крещение водой от Иоанна Предтечи. После этого было явление всех лиц Святой Троицы – Отца, Сына и Святого Духа. Уже по сложившейся традиции в крещенский сочельник люди едут в село Каман. Каман переводится как «Святое место», и название полностью соответствует действительности, ведь оно связано с именами трех святых. По преданию, здесь покоятся мощи святого мученика Василиска. В Камане умер, не добравшись до места ссылки, один из трех вселенских святителей Иоанн Златоуст. Тесно связан Каман и с Иоанном Предтечи. Ежегодно в крещенский сочельник в реке святого Василиска настоятель Каманского монастыря, отец Игнатий, совершает великий чин освящения воды. Наитим святого Духа, освети воду сию, любочерколюбчий царю, иди ныне наитим святого Духа, освети воду сию. Уже по сложившейся традиции, после освящения воды, верующие окунулись в реку святого Василиска. Они верят, что искупавшись в освященной воде, избавятся от душевных и телесных недуг. Здоровья всем, чтобы наша Абхазия цвела, и все люди не болели. Великий праздник Боженька! Пусть будет мир, самое главное, на этом прекрасном земле, везде, чтобы никогда не было препятствий, зависти, болезней, чтобы детям было хорошо, нам было хорошо. Всем желаю крепкого здоровья на нашей родине, Абхазии, чтобы всегда было мирное небо, чтобы никто никогда не болел. И вот такая благодать, которая сегодня, дай Бог, чтобы всегда так было. Это духовное облегчение, вера к Богу, это спасение души человеческой. Это то, что не хватает нам сегодня всем. В Новоафонском всемоноколонистском монастыре в храме святого апостола Андрея Первозванного также прошла божественная литургия в честь праздника Богоявления. После окончания литургии духовенства Новоафонского монастыря вместе с прихожанами направились к реке Всырцха, для совершения великого чина освящения воды. Стоит отметить, что это место связано с именем апостола Симона Канонита, который две тысячи лет назад проповедовал на Абхазской земле христианство и на реке Всырцха впервые совершил крещение. Своим крещением в Йордане спаситель положил начало таинству крещения, одному из семи главных церковных таинств, через которые человек как бы заново рождается для жизни во Христе. В День Святого Богоявления православные христиане с верой черпают и принимают освященную воду, поздравляя друг друга со светлым праздником. Желаю всем мира, добра, конечно же, веры. Сегодня, наверное, многие будут крестить в водах священной Всырцки своих детей, и взрослые дети. Желаю всем спокойствия, мира, тишины и, конечно же, причащения к вере Христовой. Всех наших людей, гостей, всех близких, родных поздравляем с этим самым замечательным днем Богоявления, как мы говорим, еще и крещение в народе. Самый чудесный день, который несет чистоту своей хрустальной водой, своими помыслами, своими деяниями. Люди, давайте будем верить, давайте будем чище, давайте будем благоразумнее. Низкий поклон всем верующим, православным во Христе. Будем здоровы и счастливы. Председатель священной митрополии Абхадии, архимандрит Дарафейд Бар, рассказал об истории и традиции в праздниках Богоявления. Часто мы в народе, мы слышим название этого праздника, крещение Господь. На самом деле это неправильно, потому что в церковных календарях, в книгах церковных, везде сегодняшнее торжество именуется Богоявлением. Потому что, когда Господь пришел на реки Иордана принимать крещение от пророка Иоанна, в этот момент открылись небеса и был услышан голос Бога Отца. Дух в виде голубя снизошел на Христа, который был Сыном Божиим. И вот это называется явлением, откровением Христа, как второй ипостаси Святой Троицы, или откровение Святой Троицы. Поэтому правильнее называть именно так этот праздник, Богоявление, а потом уже, безусловно, и события крещения Христова. Вода – это стихия, в которой человек нуждается, он должен ее пить. Но освящает нас, вот все эти люди, которые сегодня здесь присутствовали, за счет их молитвы и молитвы священника, мы обращаемся к Господу, чтобы он снизу послал благодать Святого Духа на эти воды стихийные. Вот что нас освящает. Вот это тоже, пожалуйста, не путайте. Я это говорю, почему? Потому что люди часто приходят, вообще не участвуют ни в богослужении, ни в молитве, ни во время освящения воды, потом придут через пять часов, значит, набирать воду. Чтобы вы понимали, не вода играет роль, играют люди, участвующие, молящиеся в этот день. Многие верующие считают, что после освящения воды надо устраивать крещенские купания, что вода очищает от грехов. Но на самом деле это заблуждение, поскольку обряд купания относится к народным, а не церковным традициям, отмечает архимандрит Дорофит Бар и настоятельно рекомендует не делать этого. Хочу просто напомнить вам, что молитвы, которые мы сегодня читали, они написаны в древности, отцами церкви. Там сказано, черпающие и потребляющие, то есть выпивающие эту воду и окропляющие себя с верою и благоговением. Поэтому на самом деле церковная традиция, она гласит о том, что мы с большим благоговением черпаем и потребляем эту воду и несем ее с собой. Но там нигде не сказано о том, что в этот день нужно купаться. Почему сегодняшнее событие очень важно? С точки зрения нашего времени проблем, которые существуют в наше время. Это важно, потому что, к сожалению, мы с вами все время загрязняем наши воды. И эту реку, и море, и особенно после туристического сезона, который заканчивается, все это мы загрязняем. И вот такие освящения – это в том числе обновление освящения и благоговейное отношение к стихиям природы и к воде, которые нам дарует Господь. Крещенская вода набирает особую силу и целебность. Она может стоять весь год и не портится. Ее верующие употребляют с благоговением, с надеждой на исцеление недугов, окропляют каждый уголок своего дома.